Приветствую вас, я вначале прочту ваш вопрос, перечиту его, точнее, перечитаю, дам какие-то комментарии по поводу того, что буду читать, а после отвечу на вашу ситуацию в целом. Итак, вы пишете, что у вас сизофрения восьмой год, вот я так понимаю, что диагноз у вас есть, соответственно, лечение вы проводите, и, наверное, наблюдаетесь у врача-психиатра и психотерапевта, скорее всего, скорее всего, болезнь оказывает некоторое влияние на то, что у вас сейчас происходит. Не буду говорить о клинической картине сизофрении, потому что, ну, по причине, всего ряда причин, вот, что-то я, конечно, знаю, что-то, конечно, нет, потому что я не психиатр, вот. Вот, но я думаю, что если вы наблюдаете у врача, то первый вопрос, который будет к вам, это почему вы не обратились к нему в своих проблемах. Нельзя исключать того, что на вас повлияла болезнь, нельзя исключать того, что на данную ситуацию повлияла даже не сама болезнь, Ага, на саму ситуацию могли повлиять обстоятельства, которые породила ваша болезнь, о которых я скажу чуть позже. Далее. Отец жестоко ко мне относился, когда я была подростком, я была симпатичной, он ревновал к мальчикам. Ну, вот здесь, на мой взгляд, достаточно серьезные проблемы во взаимоотношениях между вами и отцом, то есть непонятно, что у вас с мамой, была ли у вас с мамой, если да, то какие у вас были отношения, какими были отношения ее с отцом, ну и так далее. То, что у отца было к вам нездоровое отношение, то есть жестокость в его отношении, почему она была всем продиктована, как вы сейчас к этому относитесь, а также формирование первичного мужского образа, на который повлиял ваш отец. Все это предмет отдельной работы с вами. Значит, у него здесь есть жестокость и ревность, а также насилие. То есть, вот он нас обзывал, давил взглядом, бесился, что красавица растет, запирал дома неделями. Ну вот, как-то не очень понятно, какое его поведение. То есть, здесь, на мой взгляд, несколько вариантов. Первый вариант, это то, что он действительно вас любил, по-своему, и хотелось, чтобы у вас из-за внешности не было проблем, да, то есть, чтобы вы не торговали, например, своей красотой. Либо он испытывал к вам нездоровые чувства. То есть, тут нужно разбираться, чего больше, а травма, которая вам была нанесена в результате вот этого всего, тоже нужнается в проработке. Далее, вы пишите, в мои 18 лет он успокоился. Здесь тоже небольшой нюанс. Значит, что значит успокоился? Что значит, он стал к вам бедноцличен? Ему стало на вас все равно? Или он понял, что вы подрослели, и что он сделал все, что мог? Чем продиктовано его успокоение, мне очень понятно. Значит, я закончил школу, и случился первый срыв. Какой срыв? Что значит срыв? Может быть, люди более знакомые с психотерапией, ой, то есть, с психиатрией, прошу прощения, поняли бы вас лучше. Но срыв, как его понимаю я, будучи психологом, это срыв нервный. И вы пишите, значит, закончили вы школу, и случился у вас первый срыв. Чем он был обусловлен? Что на него повлияло? Какие у него были предпосылки? Мне очень понятно. У меня был парень молодой. Но когда мне было 15 утра, гадало, и у гаданки было сказано, что я закончу школу и выйду за обеспеченного иностранца, и уеду жить за границу. Ну, видите, вот у вас здесь наблюдается, точнее, во втором, в следующем предложении, у вас наблюдается это некий такой бег от реальности. То есть, вы бежите от того, что есть на самом деле, вы бежите от тех ситуаций, которые с вами происходят в реальной жизни, вы бежите в некую вымышленную ситуацию, то, что вам нагадала гадалка. Я сейчас не говорю о том, что она была права или нет. А дело здесь даже не столько в этом, сколько в том, что вы сами сделали для себя это возможно. То есть, вы поверили гадалке на 100%. Вот это ваша реакция, она свидетельствует о том, что вы не принимали, и, возможно, не принимаете, до сих пор реальность такой, какая она есть, а значит, вы не принимаете и себя. В этой реальности такой, какая вы, собственно говоря, есть. Вот это вот неприятие себя, оно, в принципе, вполне возможно обусловливает то, что у вас происходит далее, после. Чем? Если вы не принимаете себя по какой-то причине, то, соответственно, мужчина, от которого у вас сейчас есть зависимость, как вы говорите, что-то вандал. То есть, он заставил вас почувствовать себя кем-то, он заставил вас ощутить себя кем-то, и, соответственно, именно это вас и притягивает к нему. То, что он позволил вам ощутить себя в определенном качестве. Без него и до него, скорее всего, вы так себя не чувствуете. Связано это и с элементами большой любви, может быть, с влюбленности. Связано это, возможно, и с образом отца, который у вас формировался, но который вы, собственно, не связан с родным отцом, который к вам жестоко отношился. Интересно, кстати, что вы уже в четвертом предложении говорите про отца, то есть на первом месте у вас железнение, на втором месте отец. То есть болезнь и детско-радистические отношения. Это вот тот, чем, ну, она будет вам, мне кажется, на постоянной основе, то есть, соответственно, как это понимаю я, что касается болезни с психиатром, что касается отца либо с психотерапевтом, ну, или с психоаналитиком, что, в принципе, не является такой уж слишком разделённой, разделённым видом деятельности. Дальше. Значит, вы ждали этого принца. Ну, почему вы ждали этого принца, я уже сказал. Значит, попался женатый. Что, значит, попался, какое значение вы складываете в это слово, не очень понятно. Так, впрочем, судя по тому, что вам встретился. Опять женатый мужчина, вы имеете определённые критерии выбора мужчин, о чём вам сказала моя коллега Лидия на момент моего ответа, у вас всего лишь было два ответа, на момент записи моего ответа. Наши соответственные критерии выбора и критерии выбора мужчин нужно пересмотреть, как и пересмотреть то, чего вы хотите от него получить. Если вы, например, хотите выход за границу, то вам нужно это сделать само, без мужчины. Дабы не быть от него зависимым. Предзависимость здесь вполне мне представляется как предрасположенность, как предрасположенность, да, то есть когда вы начали встречаться с мужчиной, у вас уже была склонность к тому, чтобы стать зависимым, ну, ага, мужчина просто у вас эту зависимость раскрыл. Далее, значит, примерно раз в год я попадала в психушку. Почему? На каком основании? Было ли вам проведено лечение? Какой у вас диагноз? Какова дееспособность? Мне очень все понятно. Далее, значит, вот уже четыре с половиной года я встречаюсь с мужчиной. У него была гражданская жена бегала за мной и угрожала. Сейчас он говорит, что в свободе, но вы не верите. Аноним. Проблема заключается в том, что вы, по сути дела, ну, выбрали еще одного мужчину. Да, у него не было, может быть, официального брака, но был враг ботический, гражданский. то есть, формально, с точки зрения критериев, мужчина мало чем отличается от предыдущих женатых. И почему вы не связались с женатым мужчиной? Ответите на этот вопрос. С первым, со вторым. Вот то же самое актуально и для этого человека. вам нужно вспомнить свою мотивацию. Точнее, освежить ее в памяти. Далее. Жена. Гражданская жена этого мужчины бегала за вами и угрожала. Сейчас вы говорите, что он свободен, но вы не верите. Ну, невера это естественно, недоверие естественно, а другое дело, почему вы, несмотря на все эти угрозы и, соответственно, давление, почему вы до сих пор с этим начали поддерживать какие-то связи, то, если он говорит, что свободен, ему нужно доказать. Ему нужно доказать вам, что это действительно так. То есть, не говорить, а делать. И здесь мы подходим к еще одному важному вопросу, который вам нужно задать себе для того, чтобы получить основные направления работы с вашей независимостью. Это ваше положение в отношении с мужчиной и положение самого мужчины по отношению к вам. То есть, ваше положение по отношению друг к другу. Это очень важный момент. Он называл меня самой красивой девочкой в городе, а потом поменялся. Стал меня гнобить и унижать. Ну, вот здесь тоже момент очень такое непонятное. Он называл меня самой красивой девочкой в городе. То есть, он что-то так и говорил, что вы сейчас моя красивая девочка в городе, но это как-то, знаете, это как-то неблаговочная любовь. То есть, когда говорят самая красивая девочка в городе, это тогда сравнение. Сравнение это суть выбор. Выбор это не любовь в самом это условное принятие человека, так как любовь это безусловное принятие человека. Соответственно, это уже подозрительно, даже как подозрительно то, почему вы принимали его слова на свой счет. такое впечатление, что вам никто не говорил до этого таких слов. В том числе и тот парень, когда у вас произошел первый срыв. И вот молодой человек, вот этот мужчина, он вам сказал, что вы самая красивая девочка, вам это понравилось, вы это расценили как признание в любви и все. непонятно, что ли он вам обещал, не обещал ли он вам, хотел ли он с вами создать отношения с семьей, не хотел ли. По этой фразе у него можно заключить, что он просто вами увлекся, просто играл, просто отдыхал от своей жены, все, не более того. Но вот этот момент непонятный. Далее, потом он поменялся и стал меня гнобить и унижать. Потом поменялся. Почему поменялся? И что заставило его поменять? Какими были условия обстоятельства его изменения поведения? Ведь это не произошло просто так. Зайло себе целую армию моделей и демонстрируют мне, мол, какие они, а какая вы. Но это явное самоутверждение и защитная реакция. То есть купирование какой-то неуверенности в себе этого мужчины. Соответственно, вам с вашей стороны это принятие на свой счет его слов, его поведения как следствие неуверенности в себе. То есть вы сомневались в себе в каких-то своих характеристиках, в каких-то своих плюсах, минусах и так далее. Мужчина своим поведением на это ваше внимание обратил. Сомнения усилились и отсюда апатия, озлобленность. Кстати говоря, озлобленность на кого и почему. Кстати говоря, опустились руки почему. По вашему тексту вам мужчина ничего не обещал. По вашему тексту получается так, что человек просто с вами играл, течил свое самолюбие, самооценку, достоинство, а потом наигрался и решил продолжаться в том же духе. А вы все это воспринимали всерьез. И воспринимали всерьез. Почему? По причине ваших потребностей. По причине того, что вы от мужчины получали. А потом нужно подумать, подумать вам. Я не могу понять точно люблю ли я его или нет. Приезжались. Да. Приезжались вы именно за счет своих потребностей. Соответственно осознание своих потребностей и научение их удовлетворению самостоятельным как бы отвяжет вас от этого мужчины. мужчин. Понять любите ли вы его или нет можно соответственно задав себе простой вопрос. Чего вы желаете по отношению к этому мужчине? Вот если вы желаете чтобы он был счастлив, безусловно, и не важно где и с кем, вы его любите. Если вы считаете, что человек должен быть с вами, если вы переживаете из-за того, что он не с вами, это не любовь, это приятность. Соответственно мы с вами ответили на этот вопрос. Когда человек любит, его принимают безусловно таким, как он есть, и также безусловно стараются сделать его жизнь максимально лучше, без вреда себе. Уреда определения любви я рекомендую вам запомнить и постараться ему следовать. Далее другие мужчины не привлекают. Ну, естественно, если у вас любовная зависимость, то, соответственно, имеет место быть идеализацией, то есть приписывание мужчине тех счастья, которых у него нет, ну и, соответственно, другие мужчины по работе не годятся этому. Все это понятно, все это естественно. Из-за чего можно сказать я потухла? Ага, вот это сразу говорит о том, что значение мужчины для вас велико. Раз значение мужчины велико, значит и сверхмотивация. Сверхмотивация это такая ситуация, такая линия поведения, когда человек для решения задачи, причем задачи репродуктивные, то есть задачи типовой, а отношения между мужчиной и женщиной на определенных этапах это именно типовая задача, то есть мужчина и женщину завоевывает, а женщина выбирает, вот вы здесь совершили ошибку. Опять же из-за значения. А что такое значение? значение это смысла, это сосредоточение смыслов в одном человеке. Соответственно, вам не спадут, какое значение для вас, этого мужчины, почему, и разгрузить это самое значение, чтобы он перестал быть для вас столь значимым. я уверен, что он для вас не только мужчина, которого вы любите и которого вы хотите делать счастливым. Я уверен, что он для вас куда больше, чем вот такое определение. И, соответственно, над этим куда больше и нужно работать. Это куда больше и нужно разбирать. Далее, значит, я звоню мне периодически, он меня подбадривает радостно. Непонятно, зачем ему звонить после всего того, что произошло. Вам здесь нужно над самоцерковью поработать, над самолюбием. Возможно, личный рост немножечко через коуч. Я бы рекомендовал вам, ну, просто рекомендовал бы вам личный рост и работал над самооценкой. Так, значит, я звоню ему периодически, а ты сдал вас обзывай. Не буду это читать. Когда ты хочешь на 10 килограмм, я буду с тобой общаться. Но это условие, как вы уже поняли, из моего текста любовь не бывает условной, поэтому мужчины вас не любят. Затусно, хотите ли вы быть человеком, который любит вас или нет, это уже вам решат. Но факт, что он вас не любит, это совершенно точный и определенный. Мне стыдно общаться такими, как ты, что мне делать? Что мне делать, это спрашиваете уже вы. Худеть я уже худею. Вопрос в том, для чего вы худеете, для себя или для него. Если для него, то вы зависите от его мнения, вам нужно что-то делать для себя, соответственно, необходимо переформирование ваших мотивов для похудения, так, чтобы вы делали это для себя, а не для него. Во-вторых, он сволочь, пишите вы, но я его люблю. Если вы человека называете сволочью, вряд ли вы его уважаете, вряд ли вы считаете его хорошим. А любовь вас повысит к нему привязана. Привязана вы к нему потому, что у вас какие-то подтвердности связаны на нем. И, соответственно, из-за этого ваша любовь. Далее, он старше меня на 19 лет. Ну, здесь можно говорить о том, что он определенно, если он на 19 лет старше, значит, он может быть вашим отцом. И здесь, соответственно, проявится уже их, опять-таки, детско-родительских отношений. недопонимание с вашим папой, обиды на него, ломожное обсутствие достаточного количества любви создало вас потребность именно в таком мышине. то есть вы это дочь, которая нуждается в отце. И в этом мышине вы этого отца увидели, только другого, идеального. И вот, чтобы вам не нуждаться в мужчинах, как в отцах, вам необходимо самую личность нарастить, пролабатывать обиды с отцом, развиваться, обретать и осваивать ценности, пересматривать свои установки, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что мужчина не любит быть отцами. не все мужчины любят быть отцами для своих женщин. Это нужно четко понимать. И вполне вероятно, что ваш мужчина именно этого и начал бояться, что вы воспринимаете его как отца. Это ему не понравилось, вполне вероятно. Далее, подскажите, пожалуйста, как разрулить ситуацию. Ну, в принципе, все я вам уже сказал. Мне с ним хорошо, но замуж за него не очень я хочу. Характер деспотичный и возраст его. В этом своем предложении вы подтвердили наглядно, на мой взгляд, тоже, что человек вам не нужен именно как человек. То есть, вы не хотите за него замуж. Он вам что-то дает. Вот точно он вам дает, необходимо проработать. и если вы научитесь через психолога, либо сами, через средства, которые я вам даю, если вы научитесь удовлетворять свои потребности самостоятельно, без мужчины, ну, он вам, скорее всего, станет ненужен, потому что вы его не рассматриваете как спутника своей жизни. А вот идеализация есть. И вопрос в том, что значит ваша идеализация. Какие у нее истоки. Либо это детско-родительские отношения, либо это неуверенность в себе иск купирования того, в чем вы не уверены, либо это ваша потребность. Вот с этим и нужно разбираться. Соответственно, предполагать и говорить что-то более такое конкретное я бы не стал, потому что окончательный вывод можно будет сделать после работы с вами, после общения с вами и после пронаботки всех вот этих вот моментов, которые, кстати говоря, обязательны, если вы хотите выстраивать отношения, если вы хотите выстраивать взаимодействие с мужчинами на равноправной основе. А я думаю, вы этого хотите, чтобы не попадать больше в зависимость. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.